Всем привет! Я по-прежнему в этом Теннессе. Тут как-то дождливенько. Со вчерашнего вечера как приехал, так оно всё и продолжается. В принципе, осталось пару часов поработать, и можно двигаться в Атланту. Сейчас поем. Недалеко от отеля. Запарковался. Что-то уже он с работы пишет. Только собрался чуть-чуть это. Выключить компьютер. Зайду сюда. Как раз здесь свободная парковка. В общем, вот так. Какой-то такой мокренький штат. Сейчас в зиму так у них. Не знаю. Да, по Аризоне сейчас 2.14. Ну, давай где-то ещё 2 часа надо хотя бы поработать для виду. Сегодня пятница. Так что можно сильно не напрягаться. Вот так. В общем, погодка совсем не очень. Зашёл я поесть. Можно и зарядиться. Короче, мне принесли мою яичку. Это картоха под низом. Там какой-то типа фарш, овощи и курица с сыром сверху. Это что-то такое среднее мексиканское. Но оно довольно острое. Я вчера уже попробовал. Стоит где-то десятку. Ну, всё заведение, в принципе, такое полупустое. Наверное, сейчас не время. В общем, выезжаю я с Теннесси, с Мемфиса. Ну, вот тут, конечно, как-то не очень всё дождливо. Может, это, конечно, пару дней. Ну, вообще, какой-то такой или район, или местность. Одни чёрные ресторания. В этом тоже такие какие-то всё надутые. Я туда зашёл. Там не только один я был белый. Но им там, видимо, это всё не сильно какие-то. Они там не в духе. Вот так. Ну что, мне 400 миль ехать. 5 часов 50 минут. И я буду в Атланте. Надеюсь, там погода получше. Ну, потом уже всё. Завтра в горе, да, там где-то 6 часов до этого города. Кока-Бич. И дальше Майами. Ну, Майами там уже через неделю где-то. Такие вот мысли. Слева какая-то пирамида. Заезжаю в Теннесси, тут даунтаун. Интересно. Это какой-то торговый центр, что ли. Необычный и кодоволи. В общем, заехал в Миссисипи. Буквально 10 минут от Теннесси. Какая-то авария спереди. Одни аварии. Машина полностью едет в режиме автомата. Даже не надо пере... Это... Останавливать её. Сейчас подъеду, посмотрим, что... Хотя ещё далеко. Так, ну, что там такое? Наверное, какая-то авария. Да, походу, перевернулся этот. Трак. Ага, ничего себе. Да, да. Или что там такое? Да, перевернулся трак. Принять. А вот работа трак-драйвером. Причём, ровная дорога. Никакого ни снега, ни льда. Что-то его пулело в сторону. Так, ну что, наконец-то еду дальше. Потому что время немного потерял. Минут, наверное, 15. Так, ну вот, приехал в Атланту. Точнее, это аэропорт. Короче, ценник такой, слава богу. Что-то долларов 60. Куча всяких правил там. Никого не приводить, не пить, не шуметь, ничего такого. Я думал, тут нормальный район, а тут одни чёрные тусуются. Ну, в принципе, Атланта, она сама по себе. Довольно криминальная. И тут много чёрных. Хотя вначале я заехал, вроде всё довольно было прикольно. Короче, приехал я. Она что-то мне начинает втирать. Я смотрю в приложение, а мне отменили моё бронирование. Причём, его отменили в последний момент. Она что-то там рассказывает, рассказывает, туда-сюда. Короче, в итоге она мне дала эту комнату плюс ещё 10 долларов. Охренеть. Короче, у меня это стало за 70 долларов. Сейчас посмотрю, что это за комната. Ну, короче, им там ревью я испорчу. Я тем ничего не писал. Ну, что там писать? Там отстой заведомо понятно. Но здесь за 70 долларов... В таких местах стоит пожить, чтобы потом просто тогда никогда не возвращаться. И, в принципе, понимать, ради чего это всё. Так. У-у-у. Is anybody here? Круто. Так, ну что, попытка номер 2. Мне дали... Кстати, в этой сети я тоже был Рамада. Такое себе помойка. Короче, дали мне другой номер. Сейчас посмотрим. Чтобы там никто тоже не вылез. Что-то с этим... 1.21 как-то неудачно получилось. Так. Как раз-таки рядом. Ну, такой. Чёрный этот, блин, как это его. Тараканник такой. Ну, всё. Я больше никогда не буду в этих дешёвых отелях. В принципе, смысл есть, я так понимаю, в сетевых отелях. Потому что есть сети, они вроде какие-то стандарты держат. Даже если дешёвые. А всякие там такие стрёмные, это не вариант. Так, ну что. А лучше вообще в них не заселяться. Иду обратно. Попытка номер 2. Неудачно. Не открываются двери. Пойду дальше спрашивать. Может, она переделает карточки? Вот здесь прикол дешёвых отелей. Я уже думал, всё, победа. Хрен там. С попытки номер 3 дверь открылась. Но здесь какое-то шоссе. Короче, здесь будет шумненько. Ну, и как всегда здесь в дверях дырки, наверное, такие. Комната чувствуется какая-то, она или прокуренная, или что-то такое. Так себе. Ну, в принципе, не так страшно, как в предыдущих местах. Постель даже не синтетическая, что весьма хорошо, я бы сказал. Ну, не такое убитое, но запах или от линолеума, или от того, что здесь курили. Кондиционер какой-то ушатанный. Шумно, конечно. Ну, я думаю, я высплюсь, потому что у нас разница в 2 часа с Аризоной здесь. Здесь уже за полуночь, а у нас там что-то начало 11. Так, что тут есть? Ну, тут всё стандартно. Даже, можно сказать, немного симпатичнее. Ну, в принципе, на свои деньги плюс-минус оно, ну, так, тянет чуть-чуть. Более-более цивильно. Хотя тоже такое всё. Хотя 70 баксов, ну, 1.50, да. Я бы отдал за это удовольствие. Всё, тогда всё на сегодня. Совсем утро, где-то 6, 10, 6, 15 квартира. Квартира, которые основаны. Такой, типа, комплекс, что ли. Ну, тут, судя по всему, в основном это. Вот, либо кто-то живёт, даже видно. Но в основном приезжают люди к океану. Вышёл побегать. Ну, посмотреть, что тут за территория вообще. Городка этого. Отсюда даже слышно океан. Вон там, как раз-таки, за воротами выход на пляж. Вон за теми, там даже лайнер какой-то вдали виднеется. Там уже пляжик. Народ выходит, выгуливает собак. Ну, ещё, ещё луна, типа. Пойду туда на улицу. Я тут посмотрел вокруг, вроде, много этих дорожек. Таких, типа, пешеходных. Что совсем не свойственно. Всем остальным местам. Так что, пойду попробую побегать. Пока ещё, как раз-таки, свежо. Это ощущение, что ночью, наверное, или дождь был. Или что-то такое. Но его не слышно было. Совсем. Смотрю, машин много и флоридских, и из разных других штатов. Народ приезжает, видимо, к океану на какой-то отпуск снять. Ну, в общем, стоимость квартиры 1200 в неделю. Это совсем не дёшево. О, даже Нью-Йорк. Хотя это может быть арендованная машина. Совсем не дёшево. Квартира, конечно, супер классная. Даже ничего и близко нигде. Не видел. Наверное, круче любого отеля. Ну, плюс-минус. В отелях, конечно, тоже всё вычищено. Которые дорогие. Там долларов за 200 за ночь. Это, конечно, не то. В общем, да, конечно, месяц оставаться. Это дорого именно в такой. Потом Майами. Там чуть-чуть, по-моему, подешевле. И тоже возле самого моря. Здесь комплекс. Вот здесь, по-моему, какие-то теннисные корты. Что-то такое можно играть. Да. Это теннисный корт. Ну, какой-то такой. Тут, да, 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 есть это дело. Даже бассейн. Не знаю, кому это интересно. Ну, это теннисный. Администрация. Ну, это рассвет. выбрать направление куда двигаться в том направлении этот канавыров мыс ну точнее там какая-то типа как часть города что-то такое ракеты где-то должны запускать на работе если туда посмотреть конечно самих ракеты не уверен ну все я попробую пробежаться пока нету трафика и нету машин на перекрестках не надо будет стоять и так тут дистанция определиться сколько мне бежать хочется потом на океан забежать покупаться все очень-очень чисто никаких банджей просто супер но это такой видимо туристическое место довольно поэтому тут все красиво а